В рамках пятого тура футбольной национальной лиги в гости к Оренбуржцам пожаловала легендарная московская торпеда. Гости довольно резво начали матч, и первый опасный момент состоялся как раз у ворот Оренбуржцев. Евгений Андреев протащил мяч по левому флангу и вывел на хорошую позицию партнера, но удар, говорикаясь за штрафной, немного не хватило точности. По первым минутам в составе гостей выделялся полузащитник Вадим Стеклов. Практически каждая атака гостей развивалась при его непосредственном участии. На выпад гостей отличным ударом метров с двадцати ответил подключившийся к атаке защитник Оренбуржцев Камалуддин Ахмедов. Но мяч, прилетевший по замысловатой траектории, встретил на своем пути перекладину ворот москвичей. Но все же самые интересные события матча произошли во втором тайме. Для начала гости открыли счет. Потрясающее по красоте и исполнению атак у гостей завершилось точным ударом Алексея Васильева. Партнеры с семью передачами в одном касании доставили мяч в штрафную Оренбуржцев, где Васильеву оставалось лишь слегка подправить мяч последним касанием. За бурное празднование забитого мяча форвард был удостоен от арбитра с желтой карточки, которая, нужно сказать, забегая вперед, стала для нападающего не последней в этой встрече. После пропущенного мяча оренбуржцы резко прибавили в движении, и атака за атакой начали нагнетать обстановку у ворот москвичей. Хорошо освежили игру оренбуржцев, вышедшие на замену Александр Гоглоев и Андрей Малых, раз за разом терзавшие оборону москвичей скоростными атаками по своим флангам. В конечном счете хозяева были вознаграждены за свое упорство. Отлично отыгравший весь матч и ставший лучшим игроком встречи Владимир Парняков, подхватил мяч на половине поля гостей и, сместившись вправо, мощно и неотразимо пробил в дальний угол ворота Кливинскаса. Уже в добавленное время свою вторую желтую карточку получил Алексей Васильев. Потеряв мяч в своей же атаке, полузащитник задержал игрока хозяев, за что справедливо был отправлен в раздевалку. Ну а на последних минутах исход встречи мог решить все тот же неугомонный Парняков. После передачи слева в исполнении Шагенова и скидки головой Ахмедова, девятый номер оренбуржца в борьбе с защитниками не смог как следует пробить головой. В итоге все же закономерная ничья 1-1. Тяжелый матч, мы к нему готовились, знали, что оренбург достаточно серьезный коллектив. Просмотрели ни одного из двух, увидели, что команда борется до конца. Просмотрели их с химками, да, им не повезло. Поэтому настаивались серьезно, несмотря на забитый гол, потом подсели, подсели. Слишком, я считаю, прижали к своей штрафной и в итоге пропустили ответный мяч. Я думаю, что все слагаемые игры, я думаю, счет, наверное, у нас совсем не валялась игра в первом тайме. Больше контролей, у меня сейчас в каких-то моментах не было, так скажем, головой внутрь. Но больше контроля, больше ничьей, был соперник, у нас совершенно не встречался. Но причина, конечно, у меня это дело и сейчас, но мы разберем его, посмотрим. И все это дело в договорах. Вот какие коррективы мы унесли, когда мы расслуживали, мы пустили постраду, ребята здесь проявили свои парады, в общем-то, переломили ход игры. Хотя, может быть, было много сумбура, многое желание и много порядка не так много. Но переломили, забили, еще какие-то набежные моменты в шапку соперника. Примерно играть с радостью так, как в последней минуте в Воронеже мы играли, в Хинг. То есть, на балл и так. Вот. Я думаю, ничего страшного не произошло. Мы делаем выводы, команда сейчас в таком состоянии, что очень много больных и нет после травм. И эти травмы не связаны с этим очень процессом. Не было многие, которые занимаются процессом. То есть, и люди травмированы, те, которые не проходили полный, все сборы с командой, а пришли согласно нам. Ну, мы не только обжидимы, когда там ситуация такая, я истерно получил травм. Поэтому, сегодня все ехали в обезонцев, которые совершенно еще не готовы. По кофе я сменил чуть-чуть, потому что у него мышцы плохо размялся. У него мышцы только сказали. Срочно принятие, значит, травма. Сразу же убрал на горлое. То есть, такая ситуация. Команда сейчас вроде бы леет. Можно выйти командой из той ситуации, как-то сложной, в каком моменте, чтобы дальше двигаться. Но пока есть проблемы. А что делать? Будем ли мы играть? В заключении просто, чтобы подытожить. Я считаю, что счет закономерный. Какая-то хорошая команда. И хорошо, что мы переломили. Так сложить будем в этой следующей игре. Я думаю, ребята почувствуют, что волнение какое-то присутствует. Не знаю, что попробуем разбираться. Поговорим по нам. А так, в целом, в команде какое настроение в Забалтике играется сейчас? Думаю, у нас в настраиваться. Сегодня что-то, видимо, я не досказал. Почему такое волнение столько врата было в первом тайме. Надо будет разобраться. В втором тайме эмоции поделись, оказывается, характер и силы есть. Забалтика, конечно, будем настраиваться, опять же, на игру. Ребята поняли, что все возможно. Может быть, не ложился отпечаток. Это не так просто, тем более, не депутант, как торпедная. Не просто такие ситуации, когда на выезде, например, пенальти не сбиваем в Воронеже. И на 94-минуте проект, то есть очки теряем. Пусть это было бы не 6-4 очка. То есть, когда этот настраивался, я даже в фильмах отказался от пресс-конференции, потому что у меня это тоже настраиваться. Там неудача. И за 20 секунд до конца, и здесь неудача. Это же понятно. Я бы, я просто ничего, чтобы лишнего не наговорить на пресс-конференции, но в фильмах сказал, что контария нет, потому что настроение какого-нибудь вопросов у кого не оказалось. Поэтому пресс-конференции закончилось. Будем же бы на Балтику не настроить. Мы все настроены. За старпедную пресс-конференцию мы настроим. Сейчас везде ни одной игры нет. Простой нет. Сегодня Несеев выиграл, Черноморец сейчас выиграл. Все будет не так просто. Поэтому сезон тренем. И все будут за место под солнцем биться. Стараться на игры, естественно. Поэтому сезон получился, я буду стремиться дальше. Спасибо.